Друзья, всем привет! Сегодня я решила вам рассказать про новую модель ботинок Alpinstar Stage 10 и не просто про новую модель, которая только вышла. Эту модель я уже испробовала на себе, я ее протестировала в Арабских Эмиратах, потренировалась в песках, и поэтому могу уже рассказать не только про их какие-то основные различия с предыдущим башмаком, с второй версией Alpinestars есть, а вообще свои какие-то впечатления. Во-первых, скажу, что это уже новый башмак, как вы заметили, свеженький, новенький, это предыдущая модель. Всего было выпущено компанией Alpinestars три версии башмаков ТЭЙ-10 и это уже третий вариант. Третья версия, это второй башмак. Первый, но у меня он не сохранился, но в общем мы даже его вспоминать не будем. Он был опытный образец и не самый лучший. Первое, что бросается в глаза, конечно же, то, что в новых башмаках сделали больше пластика. Усилили башмак, здесь видите больше кожи, больше кожного пространства, перфорация. Здесь это по максимуму все убрали и самое главное сделали внутри гораздо лучше вот эти вот пластиковые накладки, которые помогают лучше чувствовать мотоцикл. И когда вы сгибаете ногу, когда башмак сгибается, вообще новые десятки согнуть достаточно сложно, потому что я в них уже ездила, это они уже не новые, они уже как бы размятые. Видите, здесь сделали такой шарнирчик и за счет этого башмак, когда сгибается, не образуются пупыри, которые вот так вот в сторону выгибались на более старой версии, на предыдущих версиях. Здесь видите, здесь никаких шарниров нет. Да, башмак как бы вроде бы за счет этого должен был быть более жесткий, но он со временем все равно разнашивался и когда вы его сгибаете, здесь начинают сбоку вылезать вот эти вот пупыри, которые мешают держать мотоцикл и контролировать его как следует. То есть в новом ТЭЧ-10 сделали очень классное вот это придумали решение. Но, как вы понимаете, за счет этого шарнира, да, вроде бы должен быть ботинок более мягкий, но и тут инженеры все предусмотрели, они сделали такой так называемый бампер, вот здесь между первой и второй клипсой, вот эти пластиковые штучки, которые опять же таки не дают голеностопу свернуться, сложиться, когда вы, не знаю, жестко приземляетесь или перелетаете трамплин, ну как это обычно бывает. Да, здесь вот смотрите башмак, ну он конечно уже старый, да, тоже размягчен, но все равно его достаточно легко вот так вот вниз опустить, согнуть с новыми десятками, это уже гораздо гораздо сложнее. То есть это вот основное, я считаю, отличие. Также новые десятки, они немножко, совсем чуть-чуть, может быть даже на камеру это не будет сильно заметно, они чуть-чуть пониже, чем вторая версия десяток. В принципе для людей с длинными ногами, для высоких людей это глобально никакой разницы не имеет. Для людей, у кого ножки покороче и у кого, да, там уже коленка буквально здесь начинается, они это почувствуют, им будет немножко комфортней. Новые клипсы, они обновленные, абсолютно обновленные и в принципе проблему с клипсами компания Липинстарс решила еще, когда переходила с первой модели на вторую. То есть вот эти клипсы, они уже вполне надежные были, но например у меня была проблема, особенно вот с первой клипсой, вот туда вот подсунуть палец и отстегнуть ее, особенно когда крепко застегнуты башмаки. Очень всегда это было неудобно, ломало пальцы, ногти и неприятно это было. На новом башмаке уже такого нет, здесь и специальный такой вот прогальчик, чтобы туда можно было удобно пальчик засунуть и нормально совершенно клипсу отстегнуть. То же самое и на остальных клипсах. Они держатся надежно, не отстегиваются в ненужный момент, все можно также затянуть, все очень удобно. Один из плюсов третьей модели также заключается в том, что производитель максимально убрал замшу. Например, вот на моих ботинках второго поколения, здесь такой большой достаточно замшевый кусок. Я вам скажу так, что когда башмак новый, первые два использования еще все более-менее ничего, потом, когда эта замша намокает несколько раз, высыхает, она становится такой заскорузлой, жесткой, она деформируется и все это очень отражается естественно на комфорте ноги. В общем это не очень удобно, да и плюс внешний вид тоже портится, потому что она выцветает, она становится какой-то вечно пыльной и так далее. В общем я считаю, что это не самый лучший вариант для кроссового ботинок. Плюс у меня один раз была такая история, совершенно случайно получилось, что мотоцикл прямо торцом руля упал прямо вот именно в это место и конечно было очень неприятно, был синяк. Сейчас на новой модели в этом месте пластмасса, она не сказать, что она такая очень твердая, но во-первых это гораздо более практичный материал и я думаю, что и как раз таки дополнительная защита вот от таких вот всяких неприятностей, как случилось со мной. Что еще? Подошва, она тут тоже разная, тоже производитель изменил немножко, но так визуально конечно кажется, что в принципе глобально ничего не поменялось. Я вам скажу так, что по ощущениям вот эта новая подошва, она помягче, она не такая скажем так дубово-пластмассовая, как у десяток второго поколения. С одной стороны можно подумать, что ну наверное это отразится на ее износа стойкости, с другой стороны честно вам скажу, что за подножки она цепляется гораздо лучше, потому что помягче резинка и она в подножки вцепляется. Вот этот пластмассовый, пластмассовый более, скажем так, пластмассовый, она тоже резиновая, но такая более дубовая подошва, она более скользкая из-за этого. Но тут мы только со временем сможем понять насколько износостойкая новая подошва, пока мне все очень даже нравится. Так, что еще? Есть вариант вентилируемый, в предыдущей модели это были белые башмаки, то есть, если вы видите белые тысяч 10 второго поколения, то это сразу понятно, что это башмаки вентилируемые. Вентилируемые это что значит? Значит у них видите здесь есть перфорация, сбоку перфорация и везде поступает воздух, даже внизу в этой замше тоже есть дырочки. В десятках третьего поколения все не так. Белые башмаки они такие же, как и все остальные цветастые, разные всякие черные и другие. Вентиляции тут особо большой никакой нет. Есть отдельная модель вентилируемая, у нее здесь вот дырки, еще там тоже есть перфорация, но в Россию таких башмаков завозится очень мало, потому что у нас все-таки конечно не жаркие арабские эмираты, не пустыни, не 50 градусов и скорее нужен башмак более надежный в плане там от влагозащиты, да, чтобы грязь туда не летела. Поэтому Alpenstar сделает такой башмак, в нем умеренная есть вентиляция, тоже дырочки какие-то небольшие есть, но не такие, как вот например в этом белом башмаке. Тут конечно в таком ботинке проезжать по лужам не рекомендуется, потому что мгновенно ноги становятся мокрые, ну естественно, потому что везде дырки. И в новой модели там тоже кругом дыры и ездить в влажную погоду в них тоже нельзя, это скорее больше такая пустынная версия. Ну вот как раз чем я занимаюсь раллирейдами, там когда дикая жара, да, чтобы иногда не прело, не потело. Теперь перейдем к внутреннему ботиночку. Собственно модель TH10, чем она так радикально отличается от остальных ботинок кроссовых, там и TH7 есть, да, и всякие разные другие, тем, что внутри есть вот такой вот ботиночек. И если в предыдущей модели это был такой вот, так такое вот, да, уже тогда использовала компания в поддержке голеностопного сустава, боковые вот эти, пятка тоже была усилена пластиком, но сам ботинок, он был такой, знаете, вот видите, он немножко такой какой-то есть, бесформенный. И язычок, он крепился только на липучке, сверху закреплялся, и если что-то там пошло не так, и липучка отклеилась, или вы плохо его зафиксировали, он мог куда-то съехать в сторону. Это, конечно, было очень неудобно. То есть нужно было всегда за этим следить. В новом ботиночке все продумано гораздо серьезней, тут уже одна всего липучка. И сам язычок, он, видите, здесь приделан на резиночке, прострочен, здесь тоже есть специальная лямочка. Сзади лямочку тоже сделали пошире, поудобнее, чтобы можно было комфортно залезать в этот башмак и залезать уже в основной ботинок. Также здесь тоже есть эти боковые держатели голеностопа, но они уже сделаны чуть более компактно, они ближе сделаны к башмачку, уже так не топорщатся. Вообще сам башмак сделан более качественно и более плотно, там больше поролона, лучше он прострочен, и когда вы надеваете его на свою ногу, то вы чувствуете, как он максимально плотно прилегает. То есть в этом башмаке такого нет, в этом башмаке очень комфортно, и такое ощущение, что он прямо сшит по вашей ноге. И за счет этого, когда вы надеваете ботинок, ощущение того, что этот ботинок более плотный, он сжимает ногу лучше. И в этом плане я всегда советую, когда вы выбираете себе ботинки, не ориентироваться на размер предыдущей версии. И нужно обязательно мерить новую, потому что немножко по-другому все сидит, и колодка немножко другая, как говорят, немножко эти ботинки маломерят. То есть, например, вот я беру себе сороковой размер, хотя у меня в реальности все-таки тридцать девятый, там даже тридцать восьмой скорее. И сороковой размер, который сороковой европейский, он на моей ноге идеально плотно сидит. Поэтому перед тем, как купить ботинок, конечно, советую его померить. Нам нужно, чтобы он сидел на вашей ноге комфортно, потому что вы можете в этом плане ошибиться. Ну и что еще могу сказать? Еще плюс большой вот этих ботиночек в том, что их можно поменять всегда, в любой момент. Например, если у вас многодневная гонка или, например, вы выехали куда-то, я не знаю, на выходные на трассу, провести там субботу-воскресенье, у вас с собой одна пара ботинок, вы можете взять с собой запасные бутики вот эти. И если промокли, не знаю, проехали по какой-то луже или, я не знаю, вспотели в конце концов, да, просто на следующий день вы одеваете чистую форму, вставляете новые ботиночки и вам хорошо, комфортно, чисто, сухо и, простите, не воняет. То есть это просто очень классный лайфхак иметь всегда с собой такие запасные ботиночки. Ну что, в общем и целом могу сказать, что компания Альпинстарс очень неплохо потрудились и, в принципе, мы можем уже потихоньку начинать забывать про вторую версию ботинок Альпинстарс и переходить полностью на третью версию. Лично мне она понравилась гораздо больше. Когда я ее тестировала на тренировках, я почувствовала, что они стали полегче. Не намного, но легче. Это чувствуется за целый день, когда ты на мотоцикле проводишь 6-7 часов, у нас обычно столько тренировка длится, когда мы уезжаем в пустыню, это ощущается. Мне немножко не хватало вентиляции, но это просто вопрос того, чтобы купить ботинки именно с вентиляцией под мои требования. И самое главное, что ботинок сидит плотно на ноге, я лучше чувствую мотоцикл и, соответственно, мотоцикл управляется гораздо комфортнее. Это большой плюс. Так что очень советую. Тэш-10 ботинки, которые послужат, я думаю, что вам на пользу. Выбирайте Тэш-10. Классные боты.